Продолжаем выпуск. В Восточном Казахстане могут ликвидировать онкологические диспансеры. Это новый проект Министерства здравоохранения, который, по словам общественников, предполагает передачу функций онкослужб многопрофильным больницам. Насколько это целесообразно и почему активисты выступают против? В материале Антона Сергеенко. Татьяна Чернышева многие годы пытается рассказать о проблемах здравоохранения крупнейшего промышленного региона страны. Восточный Казахстан – лидер по числу онкобольных. Несмотря на это, Минздрав решил сократить функции онкологических диспансеров и передать их многопрофильным больницам. Служба отработана, она оправдана. Нужно дальше ее совершенствовать и способствовать этому всесторонне, а не разваливать то, что уже есть. По информации общественников, многопрофильные больницы загружены до предела, врачи не справляются и в случае реализации проекта онкобольным здесь не смогут уделить должного внимания. Сами медики в комментариях крайне сдержаны, но согласны с тем, что онкослужбы вводить в структуру многопрофильных больниц рискованно. Основной довод – стабильный рост выявляемости таких заболеваний в регионе. По последним данным, порядка 12 тысяч человек состоит на учете именно в нашем диспансере. А общий по области порядка 17 тысяч. В общественном фонде «Аман Саулык» считают, прежде чем вводить столь кардинальные перемены, нужно взвесить все «за» и «против». Всегда надо с осторожностью подходить. То есть есть сегодня многопрофильные больницы, которые могут оказаться слабее, чем, предположим, онкодиспансер, который существует в этом же регионе гораздо сильнее. Сам проект пока на стадии обсуждения. Общественники Восточного Казахстана сейчас готовят обращение к министру здравоохранения. Ведь если документ будет утвержден и начнется масштабная реорганизация, то, по сути, это станет началом развала всей онкологической службы. Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов. Информбюро. Восточно-Казахстанская область.